Валентина Приходько Из многодетных семей бесплатным Пользоваться льготой предлагают раз в год Более миллиарда рублей на дороге Деньги в поморе направляет Москва Первый транш ждут уже в этом месяце Где ждать ремонта? Убийца 12 женщин признался еще в двух преступлениях Тела он спрятал под Архангельском еще в 90-х Похудели, надели лучшие наряды И отправились на конкурс красоты Названы имена мистера и миссис филиала Сафу Сегодня по всей области стартовала акция Лес Победы 2016 В память о каждом погибшем в Великую Отечественную Высаживают дерево В Приморском районе появились 100 молодых пихт Лопаты в руки взяли политики и бизнесмены Продолжит Ксения Кабанова Дождливая погода не помеха для удачного старта Акции Лес Победы 2016 Для посадки молодой пихты Влажная почва даже лучше 100 новых саженцев сегодня привезли В Приморский район За лопаты взялись спортсмены, экологи и политики Акция Лес Победы Память о Великой Отечественной войне Сегодняшняя акция, она вообще многогранна С одной стороны, вот этот взгляд будущего Забота о том, что будет с регионом дальше С его лесным богатством А с другой стороны, дань уважения и памяти Тем людям, которые подарили нам победу Подарили нам мир Выбор дерева не случайен Пихта редко используется в производстве А для улучшения экологии подходит идеально Представители лесного бизнеса Разработали план по освоению территории Ежегодно высаживают около сотни тысяч деревьев Я думаю, что леса на всех не хватит Его надо быть больше, чтобы он рос И мы считаем, что малый бизнес Сегодня тоже серьезный вклад вносит в эту историю Для того, чтобы у наших с вами детей И у нас с вами завтра было такое же лесное благополучие Такой же лес Такой же чистый и хороший воздух Конечно, строительство лесопитомника Для нужды группы компании «Титан» Нашего генерального подрядчика И, конечно же, для Архангельского ЦБК Поскольку у нас есть у самих Обязательства по лесовосстановлению Поскольку более миллиона кубов Выделено Архангельскому ЦБК Под реализацию приоритетно-институционного проекта Реконструкция производства картон Акция «Лес Победы» проводится второй год подряд В 2015-м на территории Поморья Высадили 80 тысяч деревьев и кустарников В этом году муниципалитеты и лесничество области Стали активнее Поэтому организаторы предполагают Количество деревьев в разы увеличится Ксения Кабынова, Алексей Целищев, Александр Чалков Вестник Северодвинска Сегодня стало известно, что Москва Выделяет региону более миллиарда рублей На строительство особо важных дорог Соглашение об этом подписано Между Федеральным дорожным агентством И правительством области Средства начнут переводить уже в этом месяце Большая часть денег 713 миллионов рублей Пойдет на строительство трассы От Архангельска до космодрома Плесецк Первые 11 километров от Сухого до Самодеда Планируется сдать уже этой осенью А всю дорогу в 2018 году У трассы может появиться федеральный статус Еще 296 миллионов рублей направят на мосты Через реки Устье и Мысовое А также строительство автодороги Котлас-Коряжма Предложение увеличить финансирование Летней оздоровительной кампании Программенировали в Региональном министерстве труда, занятости и социального развития Напомним, на организацию летней оздоровительной кампании Этого года выделено на 35 миллионов рублей больше, чем в прошлом 600 миллионов рублей планируют направить на детскую оздоровительную кампанию В этом году отдохнуть не меньше, чем в прошлом 50 тысяч детей И хоть стоимость путевок сейчас выросла Регион сумеет это компенсировать Работают напрямую, без посредников Дополнительные средства регион уже получал Это 65 миллионов федеральных рублей Их направили на путевки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации Предоставляются они бесплатно Теперь главная задача – грамотно распределить средства Мы еще обращаемся к муниципалитетам С просьбой внимательно смотреть, как у них получается баланс путевок Чтобы они не зависали нигде-то И те путевки, которые в муниципалитете не будут освоены Мы готовы передать другим И сейчас у нас, в общем-то, заявок меньше, чем путевок Поэтому у нас вот другая головная боль В этих условиях выделять и просить еще каких-то дополнительных денег Когда мы еще эти не смогли освоить Ну, я считаю, это вот популизм И этот популизм уже целый месяц продолжается Только на побережье Черного, Азовского моря и в Крыму За лето отдохнут 10 300 человек Тему летнего отдыха детей подняли областные депутаты На майской сессии регионального парламента Они предложили внести изменения в указ президента О мерах социальной поддержки многодетных семей Народные избранники Архангельска предлагают помочь большим семьям Сделать бесплатным проезд детей, которых воспитывают многодетные родители К местам отдыха и обратно По словам Екатерины Поздеевой, отдыхать на юге должен каждый ребенок в области Независимо от возраста, речь идет и о дошкольниках Эти, естественно, дети не могут поехать в никакие лагеря Тем не менее, они нуждаются обязательно в отдыхе за пределами Архангельской области, на море Для того, чтобы поправить здоровье этих детей, укрепить иммунитет Именно о таких детях в первую очередь идет речь И предлагаем мы на уровне федеральной законодательной власти исполнительной Все-таки подумать о том, чтобы разрешить оплату проезда для многодетных семей Раз в год к месту отдыха по территории Российской Федерации и обратно В Северодвинске многодетные семьи могут получить бесплатные путевки для детей на общих основаниях И оплату проезда до лагеря, если попадают в категорию с трудной жизненной ситуацией И опять же для школьников, малышам с родителями можно отдохнуть лишь по программе «Мать и дитя» два раза в год Но переезд им придется оплачивать самим Все меры привязаны к путевкам, так называемому организованному отдыху Сегодня другие льготы для многодетных семей в плане поездки всей семьей, допустим И воспользоваться правом на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха Сегодня по действующим документам, в частности по указу президента, такая льгота не предусмотрена для многодетных семей По словам региональных депутатов, если в Министерстве труда и судзащиты прислушаются к инициативе архангельских законодателей Деньги на это выделят из федерального бюджета Областной не понесет никакой нагрузки В регионе 130 деревенских семей в прошлом году смогли улучшить свои жилищные условия Реализацию областной программы развития сельских территорий обсудили за круглым столом в Архангельске Депутаты, представители правительства, главы муниципальных образований и общественники Евгения Карелина знает итоги и расскажет о перспективах Политика развития села должна быть активной И в первую очередь необходимо решать проблемы демографии и налаживать инфраструктуру Все участники экспертного совета в областном парламенте в мнении едины Главная региональная программа развития сельских территорий работает География тому подтверждение Новое поле для мини-футбола в деревне Куймиха Котловского района Школы в Погосте в Вельском и в Согре в Верхнитуемском Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Одиночка Приморского района И 12 тысяч квадратных метров жилья на селе по всей области Мы должны уделять больше внимания строительству жилья на селе Привлечению кадров, привлечению специалистов Строительству учреждений культурного досуга И особенно в этом году должно быть, наверное, больше внимания уделено И в последующие годы по строительству дорог на селе именно Потому что сельские дороги, они ни в какую программу не входят На реализацию программы направлено более 225 миллионов рублей При этом привлечены средства федерального бюджета Более 42 миллионов рублей Локомотив развития села – агропромышленный комплекс Основные предпосылки для развития агропромышленного комплекса нам известны Это ограничения на импорт зарубежной сельхозпродукции Разница в курсе валют И острая необходимость усилить продовольственную, безопасную страну Из перспектив уже в этом году в рамках программы развития сельских территорий Планируется начать мероприятие по газификации населенных пунктов А с 2017 года средства пойдут и на строительство внутренних дорог Евгения Карелина, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска Где северодвинским дачникам покупать все необходимое для благоустройства своих приусадебных участков? Городской завод строиматериалов производит такую продукцию Но почему на предприятии еще только учатся работать с клиентами, выяснял на месте мэр Михаил Гмырин и наша съемочная группа Уличные вазоны, урны, колодезные кольца, тротуарная плитка С Северодвинскому заводу стройматериалов есть что предложить тем, кто строит усадьбу или облагораживает дворовую территорию Но новая продукция родного комбината не всегда доступна местным жителям Начался дачный сезон, а большинство изделий, водоотводов или, скажем, ступеней нет в наличии В течение зимы, я не знаю, там осени, готовьте, а заказы оформляйте в том числе и зимой, а доставляйте все это в весенний, летний период Как работают сегодня все фирмы, и тогда все будет рентабельно Согласен с вами? Люди говорят, и рады бы купить Северодвинское производство славится качеством, как в советские времена Специалисты производят стройматериалы для севера Та же плитка выдерживает перепады температур, влажность не выцветает и не деформируется Долговременное сотрудничество идет уже и с нашим аэропортом архангельским, который для ремонта своих взлетных полос и рулевочных берет у нас плиты Но также на сегодняшний день большой заказ у нас идет от нефтяников, которые осваивают архитические месторождения Михаил Гмырин посоветовал рассмотреть перспективы по наращиванию объемов производства Город меняется, сейчас в Северодвинске 20 стройплощадок В следующем году, возможно, их будет еще больше Мэр подчеркнул, работать нужно не только с крупными заказчиками, но и для простых людей Чтобы и вазоны, и тротуарная плитка были северодвинскими Анна Бибикова, Михаил Тараканов, Вестник Северодвинска Сегодня Международный день предпринимательства Праздник отмечают и в Северодвинске В администрации города наградили самых инициативных бизнесменов Занятые люди даже в свой профессиональный праздник на работе На награждение пришли не все, но обладатель высшей награды получила ее торжественно Ольга Чиняева возглавляет предприятие росписи по дереву, которому уже более 20 лет Местную продукцию продают по всей России Предпринимателю вручают почетную грамоту за подписью мэра города За особое внимание к пожилым и детям Северодвинска Мы помогаем обычно детской больнице на день защиты детей На 1 июня мы всегда стараемся дарить подарки больнице То есть те же лошадки-качалки, ширмы для кукольных театров, сундуки Это у нас традиция очень давно введена была Остальным 40 предпринимателям вручат благодарственные письма Многие из них активно участвовали в праздновании Дня пожилого человека и Дня Победы Последний звонок северодвинские выпускники отметили без происшествий Об этом сегодня доложили на совещании главе города Итог подвел и Михаил Гмырин С его слов, отсутствие выпускников в криминальных сводках Говорит о том, что в 2009 году было принято правильное решение По ограничению продажи алкоголя в день последнего звонка После праздника погода в Северодвинске испортилась Чего уготовила небесная канцелярия нам на пятницу знает Ольга Савинова Здравствуйте! В Индии зафиксирована 50-ти градусная жара На Северодвинск же обрушились дожди О месиопрогнозах на пятницу после анонсов Смотрите во второй части выпуска Убийца 12-ти женщин признался еще в двух преступлениях Тела он спрятал под Архангельском еще в 90-х Похудели, надели лучшие наряды и отправились на конкурс красоты Названы имена мистера и миссис филиала Сафу Из Череповца с победой Северодвинский боксер завоевал единственную медаль для Архангельской области О метеопрогнозах Небесная канцелярия Вас приветствует наш спонсор Медицинский центр «Семейный доктор» Только в медицинском центре «Семейный доктор» Консультации ведущих специалистов Архангельска и Северодвинска Более тысячи видов лабораторных исследований Все виды ультразвуковой диагностики Герудотерапия, лазерное лечение Процедурный кабинет и многое другое «Семейный доктор» ждет вас Железнодорожная 34, телефон 500-411 В пятницу 27 мая по данным сайта Архангельского гидрометцентра В Северодвинске ожидается ночью 8, днем 15 градусов тепла Ветер северо-восточный, умеренный до 4 метров в секунду Атмосферное давление в течение дня будет слабо расти И к вечеру составит 769 мм ртутного столба Облачно, небольшой дождь В народном календаре 27 мая Сидор-Бокогрей С этого дня прекращал дуть северный ветер И прилетали стрижи и ласточки Они несли тепло и сулили счастливый год Также смотрели на приметы Если день на Сидора был ясный, ждали хорошего урожая огурцов Если же погода была холодной, то и все лето было таким Не болеть же в любую погоду поможет наш спонсор Медицинский центр «Семейный доктор» Это все виды ультразвуковой, лабораторной диагностики Консультации ведущих специалистов Архангельска и Северодвинска «Семейный доктор», «Железнодорожная 34» На этом все Ярких улыбок, удачи! Вы смотрите «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем Шестилетний ребенок пострадал из-за беспечности Северодвинки Накануне вечером 36-летняя женщина перебегала дорогу на красный свет Около Архангельского шоссе 34 Из-за нее водитель автомобиля «Шкоды» «Октавия» прибегнул к экстренному торможению И его догнал «Форд Фокус» В результате ДТП пострадал пассажир «Фокуса» У мальчика ушиб грудной клетки и поранена нижняя губа О других происшествиях в рубрике «Протокол» Спонсор рубрики «Протокол» Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» Крупнейший застройщик области Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» Объявляет старт продаж жилого комплекса «Шоколад» На улице Индустриальной Квартиры с белой отделкой Всего от 1 миллиона 660 тысяч рублей Спешите на первые 10 договоров Скидка 10% Звоните 52400 Приходите Морской 15, третий этаж Этикеды изъяли сотрудники пятой колонии в Коряжме Бандероль с ними пришла осужденному Спортивной обуви двойная подошва Под ней 197 граммов таблеток Исследование показало Медикаменты не содержат наркотических веществ Скорее всего это была проверка на тщательность досмотра На этой неделе в исправительную колонию номер 7 пытались пронести сотовый телефон Который спрятали в банке с тушенкой А в другом исправительном учреждении пытались доставить средства мобильной тряги при помощи арбалета С начала года за попытку доставки запрещенных вещей Осужденным в Архангельской области задержаны 53 человека Всем грозит от штрафа в 5000 рублей до реального срока Это зависит от содержимого Бандероли Вельский Чикатило признался в убийстве еще двух женщин Серийный маньяк Сергей Шипилов в 2001 стал героем программы «Криминальная Россия» С 96 по 99 года он насиловал и убивал женщин Жертв было 12 И даже будучи за решеткой не успокоился Осужденный работал водителем на осенизаторской машине По дороге подвозил одиноких дам, насиловал и убивал Сейчас маньяку 57 лет Он осужден пожизненно Спустя 20 лет он написал еще два чистосердечных признания Как в 95 году изнасиловал и убил женщину в цигламине А в 96 в талагах Я же не выбирал ни для полового акта Я выбирал чисто, ну как сказать, преступление ради преступления, скажем так Чисто совершить преступление, чтобы тебя никто не поймал И тебя никто не видел Вот у меня какое преступление совершил А не для того, чтобы получить сексуальное удовлетворение Хотя меня тут все называют сексуальным маньяком За еще два убийства суд назначил Шипилову 9,5 лет лишения свободы Назначенное ранее пожизненное заключение поглотило наказание Он продолжит отбывать его в исправительной колонии особого режима Пятиклассник утонул накануне вечером Трагедия произошла вблизи плотостоянки поселка Цыгламинь В жару школьники решили искупаться И стали прыгать со связанных между собой бревен Прыжок 10-летнего мальчика оказался неудачным Он стал тонуть Потом прыгали На нас не смотрели Прыгнул Семен Я сразу за ним Он сразу на поезд прыгнул Я его тащил, вместе с ним тонул Потом я его за ноги взял и ближе к берегу потащил Потом еще два мальчика прыгнули Помогали Все равно не вытащили На место прибыли водолазы областного центра гражданской защиты Исследовали дно водоема несколько часов Но безрезультатно найти тело погибшего ребенка не удалось Двенадцать студентов поборолись за звание самых красивых Накануне во дворце молодежи назвали имена мистера и миссис свит северодвинского филиала САФУ Помимо короны призов от спонсоров победители получили подарок и от нашего канала Скоро мистер и миссис филиала САФУ проведут выпуск новостей Вестника Северодвинска Кто они, знает Евгения Карелина Девушки, мальчика, с радостью и вечера Двенадцать юношей и девушек поборолись за титул самых красивых Студент Гордей Скрипцов к конкурсу готовился год Занимался спортом, правильно питался Перед жюри и своими болельщиками он предстал в новой форме Юноша похудел на 30 килограммов Месяц назад встретил вторую половинку Я не считаю, что у меня есть какие-то особые таланты Или что-то натренированное такое Единственное, что я умею, это, наверное, я умею говорить И поэтому я решил сделать небольшой монолог про себя Ну и о своих чувствах То, что для меня самое важное в жизни, это любовь И люди рядом Я подарил цветы своей девушке Я к ней вышел в зале и признался в любви Прямо со сцены, можно сказать По словам миссов у прошлого года Алены Казаковой В этом году конкурс намного масштабнее, чем в прошлом Тогда он проходил в ночном клубе Сейчас на большой сцене Дворца молодежи «Строитель» Чем должна обладать девушка, чтобы победить? Всем Должна уметь, в принципе, это все Но тут, скорее всего, выбирают не мисс, как по красоте А именно мисс студенчества Твоя жизнь как-то изменилась после победы? Нет Совершенно не изменилась Я в первую очередь оцениваю то, как троевого они выступают Так скажем, да То есть, получается ли у них зажечь зал, удивить зал Раскрыть себя во всем этом Как они, конечно, безусловно выглядят, я тоже оцениваю Да, потому что это же конкурс красоты и талантов, да Так или иначе Поэтому все в комплексе Мистером и мисс филиала «Сафу» в Северодвинске стали Федор Ванторин и Анастасия Некрасова Вообще, неожиданно было, честно, что я победил Потому что пошел просто понять, на что я способен Ну и хотелось как-то выстрелить на последний год обучения И выстрелил вроде бы И что теперь планируешь? Скучная жизнь на заводе Чему вы кажете больше всего так? Больше всего морским делом военным Несмотря на то, что я девушку хожу на каблуках и вся такая леди Я очень люблю военную тематику, все, что с ней связано Поэтому я являюсь руководителем военно-патриотического клуба При зрительских симпатий завоевали Артем Лиходедов и Екатерина Чумаченко Наш телеканал тоже не остался в стороне Мистеру и мисс филиала «Сафу» он представит шанс провести выпуск новостей «Вестник Северодвинска» Смотрите в ближайшее время на ГТРК Евгения Карельна, Владимир Богомолов, «Вестник Северодвинска» Подходи, не скупись, покупай, торопись Покупайте с удовольствием продукции ОАО «Северодвинск молоко» Фотоконкурс «Спортивная Я» Онлайн-голосование открыто Жми кнопку фотоконкурса на сайте города Северодвинска go29.ru Выбери победителей, приходи 12 июня в День России на вручение призов на Площадь Победы Мы спортивные, мы активные, мы северодвинцы Мы ждем тебя на сайте go29.ru Спонсоры рубрики «Росгострах медицина» Бесплатно? Да, в соответствии с законодательством бесплатно Обменивайте свой медицинский полис на новый полис ОМС Единого образца в страховой компании «Росгострах медицина» И получите в подарок новую удобную пластиковую карту Обязательного медицинского страхования Страховая компания «Росгострах медицина» Проспект Ломоносова, 48, офис 8 Телефон 56 92 66 В Череповце завершилось первенство Северо-Западного федерального округа России по боксу Среди юниоров 17 и 18 лет На ринг спорткомплекса «Олимп» вышли 74 бойца Из 10 субъектов Северо-Западного федерального округа Выступление северодвинца Владимира Мазура Принесло нашей области единственную золотую медаль Владимир Мазур не раз становился победителем Северо-Западного федерального округа Но по кикбоксингу Сейчас разноплановый боец Сделает ставку на бокс И ставит перед собой амбициозные задачи Попасть на 2020 года в Токио Начало этому положено Лицеист уверенно выиграл первенство Среди юниоров весовой категории До 81 килограмма Самый сложный, пожалуй, был в плане Моральном первый бой Все-таки самый сложный Надо собраться с мыслями Ну и финальный Второй как-то уже так налегке прошел А вот третий бой уже напрягся Собрался с силами, мыслями И вот выиграл Первый поединок Северденец выиграл по очкам у Артема Ерусова из Пскова Заставив считать рефери в третьем раунде Второй бой стал быстрым, эффективным и самое главное эффектным Артур Пузыня не смог продолжить поединок после пропущенного удара в печень В финале Владимиру противостоял неудобный соперник из Коми Роман Золотарев Но и он оказался по зубам нашему молодому боксеру Там на бою победу одержал боксер Синий угол Владимир Мазур Я так понимаю, Вова, что ты уезжаешь, поступаешь в Москву То есть Северодвинск опять с наступлением совершеннолетия Теряет еще одного прекрасного боксера Ну я хотел бы, конечно, я буду представлять Северодвинск и область нашу Но уже в другом городе Сейчас лицеист отодвинет спорт на второй план А после сдачи экзаменов включится в подготовку к первенству страны Оно пройдет в конце августа в Тюмени Пожелаем успехов целеустремленному бойцу На этом у меня все Вы смотрели Вестник Северодвинска Наши видеоматериалы можно увидеть на сайте северодвинск.тв Смотрите нас и все узнаете первыми До свидания Мы видим свет Чувствуем тепло Но магнитные волны нельзя ощутить А ведь без них жизнь на Земле невозможна Это научный факт Мы усовершенствовали силу природы Аппарат Алмак – научное достижение Он создан специально для использования при остеохондрозе, артрите, артрозе и травмах Алмак – это концентрированная сила науки прямо у вас дома Алмак создан наукой для здоровья людей Приобретайте Алмак в Северодвинске в аптеках 29.ру, фармация, здоровье, северная ромашка, заводских аптеках и магазинах медтехники города У вас есть вопрос? У нас есть ответ Городская справочная 8 800 158 55 Информируем обо всем Бесплатно, оперативно, ежедневно Бесплатно, оперативно, ежедневно По данным сайта Архангельского гидрометцентра В пятницу 27 мая в Северодвинске ожидается Ветер северо-восточно умеренный до 4 метров в секунду Атмосферное давление в течение дня будет слабо расти И к вечеру составит 769 миллиметров ртутного столба Облачно, небольшой дождь, температура ночью плюс 8, днем до 15 градусов тепла Атмосферное давление в течение дня будет слабо расти